Ну вот, друзья, у нас второе интервью. Смотри, Сергей, меня, в принципе, смотрят те же люди, чем и я занимался, и тем же занимают. Кто-то бизнесом, кто-то предпринимательством, кто-то на начале пути, кто-то уже в середине, много чего достиг. Вот расскажи, у тебя был путь очень длинный, ты начал там, тебе сейчас 45 лет получается, начал ты 18 лет назад. Да, я еще пару лет говорю, так что-то, даже 20 лет назад. 20 лет назад началось, и перепробовал ты кучу всего. Ты можешь сказать, с чего конкретно сейчас начать человеку, если ему интересна свобода такого уровня, и три основных затыка, которые ты встретил на своем пути или люди могут встретить? Хорошо. Первый. Это отождествление с мыслями. Это постоянное вовлечение. То есть все проблемы, уверяю, на уровне ума. Вы постоянно не находитесь здесь. И все вот эти включения, которые дают мастера, там, будь здесь и сейчас, будь в этом моменте. Или там, например, слушай эфир. Оно выключает на некоторое время, но человек очень быстро, то есть привычка постоянно находиться в мышлении, когда внимание течет в мышлении, это как бич современного человека, постоянно в мышлении. То есть человек, пусть даже спокойно сидит, но мыслим он совсем не здесь. Он уже где-то дома варит кофе или с кем-то выясняет на дашение, или с кем-то решает. Я не против планирования. Ради Бога, ну просто быть постоянно в мышлении, это плохая привычка. Я не говорю, что ум враг или ум постоянно должен пуст. Сам ум включается для решения проблем. Сам ум выключается, когда не нужно, но быть... Как инструмент. Как инструмент, но быть постоянно, например, в мышлении, это все равно, как человеку, который занимается здоровьем, нужно быть постоянно в качалке, не власть. Не надо же иногда и спать, и просто гулять. То есть нельзя постоянно находиться в качалке. В качалке ума этого. Самое простое, очень древнее, в 100 лет в обед я этой техники, это наблюдение за мысленными. Просто сядьте и сделайте из них объект наблюдения. Задайте себе вопрос, откуда возникают мысли? Куда они уходят? Просто наблюдайте их, и вы будете поражены, что за ними нет думателя. Давайте я свой чуть-чуть подставлю. Что я для себя понял на саценке, тресно на таких вещей. Третье было, это то, что есть звуки, которые ты чувствуешь, есть изображения, которые ты тоже воспринимаешь. Ну, пять органов чувств, да? Я бы хорошо так, условно выделил бы интеллект каким-то шестым чувством. То есть я, вот когда глаза ты открываешь, как ты говоришь, мысли потекли, они правда как будто текут из ниоткуда в никуда, из пустоты в пустоту. И твой интеллект как бы их просто чувствует. И потоком этих мыслей ты вообще не управляешь, потому что даже выбрать ничего не можешь. И я вот просто для себя такой образ держу, когда мы сейчас лежали, да, то есть наблюдал. То есть раньше мне это было непонятно. Я действительно слышу, как мысль приходит, условно, как звук, да? И ты ее чувствуешь, она побыла немножко, ты не даешь ей никакой силы и не сопротивляешься, и она уходит. И вот это именно наблюдение, то есть как к постороннему, условно, звуку со стороны, да? Да. Просто понять, что мышление происходит, глаза открылись, и мысли потекли. Человек же думает, я могу подумать об этом, я могу подумать об этом. В чем здесь развод? Внимание течет какой-то ситуации. Это безвыборно. И поэтому думается именно в этом направлении, в том ключе начинает рождаться, происходить и осознаваться мысли. Если вы не верите в это, попробуйте просто подумать абсолютно о пустой теме, о которой интерес вообще не течет. То есть она изначально не интересна. И вы не сможете просто никакими сюремволей, например, думать целый день об этом. О кафеле, допустим. Да. О всех преимуществах кафеля. Поэтому вот, внимание потекло туда, внимание потекло туда. На самом деле, ученые говорят, что в секунду проходит 100-120 мыслей, и осознается вот такой пучок. То есть измеряют сигналы коры приборами. Осознается 2-3. То есть это можно сравнить мозг как антенна, которая выхватывает из этого пучка нечто, куда течет внимание. Просто сидеть и вот наблюдать, как на периферии происходят мысли, так же безусильно, как птицы в небе. Вот выяс небо, в котором происходят звуки, мысли, ощущения. Тело как набор ощущений происходит в этом пространстве. Все эти истории на уровне знаний, про Сергея, про Руслана, просто как знания. Все это происходит. Вот здесь пространство восприятия, в котором происходит мир. И тело впечатано в этот мир, так же, как и любой-любой объект. И это тело, и это, и все, все, все. Так что первая практика – это наблюдение за мыслями. Просто когда в каких-то активно-мозговых ситуациях вы будете сами себе «стоп!» Это же просто мысли. То есть вы будете видеть, как результат этой практики, этой очень простой практики, вот это вовлечение. «Стоп! Я же накручиваю!» Это же просто мысли. Это дает легкость, то есть нет напряжения. Просто вера в то, что мысли мои, я их думаю, у вас мысли мои – это гнетет. Если предоставить мысли самим себе, пусть я, по собственному типу, в этом легкость. И вот в позиции наблюдателя, когда ты находишься, что я понял, да? Когда ты наблюдаешь, ты отслаиваешь мысли от себя. И понимаешь, что мысли, как траектория, скажем, нейронов, каких-то электронов в пространстве, но ты именно вот это само пространство. И мысль не сам ты, и становится легче, потому что ум-то генерирует серьезные иногда конструкции. Потом чуть глубже можно взглянуть на чувства. То есть, если чувства проходящие, ты позиции наблюдателей, то ни одно чувство не является тобой или твоим. А не просто в течение дня, смотри, сколько оттенков, чувства, эмоций пронеслось. Разные. То есть этот узор проходит, но ты есть то, что осознает это. Никто не выбирает, когда влюбиться, когда разгневаться, когда взгрустнется. Это происходит, но ни одно состояние не есть ты. Вот это там легкость. Вот это вот, как сказать, обзывание всех феноменов своими, присваивание. Это и есть качество эго. Да? Недаром его на Востоке называли воры. Потому что оно все присваивает. Тело мое, где взял, не знаю, но тело однозначно мое. Мысли мои, я их думаю. Чувства мои и так далее. В чем легкость? В отпускании этой идеи. Идея контроля. То есть идея контроля это и есть страдание. Получается, если есть контролирующие, есть то, что идет. Это всегда напряжение. Ты что-то контролируешь, как паук. Понимаешь? Вот ты постоянно вот идея контроля. Да, все происходит, нет проблем. И три затыка. Три затыка основных. Отождествление себя с телом. Присвоение мышления. Присваивание вот этого всего. Деление. Рассмотрите. Третий затык. Деление. Рассмотрите просто, что делает, например, одни места святыми, а другими не святыми. Если это один и тот же мир неделимый. Плюс кое мнение. Это оценка. Что делает день хорошим или плохим? Если не ваша оценка. Жизнь это акт восприятия. День не хороший, не плохой. Но вот ваша мысль, как оценка, делать его хорошим или плохим. Что делает человека хорошим или плохим? Ваше мнение. Начните с себя просто. Я хороший или плохой? Я трусливый или храбрый? Увидите просто эту относительность. За этим нет ничего и никого. В одной ситуации я храбрый, в другой труслив. В одной меня оценили как хорошего, в другой нет. Это все лишь мнение. Лишь мнение. На самом деле жизнь не имеет таких качеств дуальных. Это одновкусие. Единый вкус всего. Но ум продолжает это делить. И определенные кайфы. И хочет прожить одну часть пирога. Только позитивные эмоции. Но здесь, пардон, пакет все включено. Не стоит и делить на хорошие и плохие, как нас научили опять же с детства. Всему есть место. Ребенок абсолютно не парится по поводу своего гнева, пока ему не научили и не сказали. Это плохо. Некрасиво так. Понимаешь? В этом и его невинность, которую ребенок теряет, взрослеет, становится взрослым. Ну все. Также подписывайтесь на канал Сергея, кто не подписался. Ссылка под видео. Мы будем благодарны за ваши комментарии. Какие комментарии напишите Сергею к этому видео, я думаю, ты сможешь на своем канале ответы подписывать. Да, я отвечу на все комментарии. Все, всем спасибо. Спасибо.